Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с новой итальянской компанией «Хабкоин», которая открывается официально 5 сентября этого года. Прежде всего, всегда нас интересуют ответы на следующие вопросы. Кто стоит у власти данной компании? Что представляет собой компания? Какую возможность доходов дает она? И реальная ли она, эта компания? Это очень важный вопрос. И что можно зарабатывать с данной компанией? И сейчас постараемся ответить на все эти вопросы. Итак, что представляет собой компания «Хабкоин»? И что такое «Хабкоин»? «Хабкоин» – это новая дигитальная децентрализированная монета, которая будет широко использоваться в Европе, а потом и во всем мире. В сентябре эта монета выходит на биржу. И компания официально тоже открывается в сентябре месяце. Президентом компании является Дино Фантоси. Компания «Хабкоин» вышла из холдинга «Хаб Интернешнл Холдинг», который возглавляет Соломон Вернер, внук известного миллиардера Ротшильда. Кто такой Ротшильд? Я думаю, что многим известно это имя. Семья Ротшильдов контролирует 70% всей мировой финансовой системы. Они находятся более 250 лет у власти. И в гугле можно найти очень много информации об этой семье. В данном случае одна из этих статей, которая говорит о том, что же в действительности, какими богатствами владеет семья Ротшильдов. Это тысячи и тысячи сотни миллионов миллиардов долларов богатства. Я думаю, что вы все можете прочитать об этой семье, потому что информация очень и очень интересная. Они владеют банковскими структурами во многих городах мира. Нью-Йорк, Гонконг, Москва, Вена, Лондрис, Париж, Наполь, Франкфурт и так дальше. Я думаю, что можно почитать о них очень интересную информацию. Так вот, эта компания HubCoin вышла как раз из этого холдинга, из холдинга, который называется Hub and JPR. Историю криптовалют, я думаю, что все знают, что началась история с развитием биткоина в 2009 году. На этом слайде мы видим график роста биткоинов. Я не буду подробно останавливаться, потому что мы все знаем, что такое биткоин, который сейчас пользуется огромной популярностью во всем мире. Мы видим рост стоимости биткоина от нескольких центов до 1203 долларов. Сейчас стоимость биткоина примерно колеблется между 500 и 600 долларами. И что самое интересное, что сейчас в Америке приняли закон о криптовалютах. Будут широко внедряться во всех банках, во всех учреждениях криптовалюта, другие криптовалюты, но на первом месте всегда будет биткоин. Следующий вопрос, что и как можно зарабатывать в этой компании? Мы можем зарабатывать за счет майнинга монет. Майнинг, это включает в себя высокую технологию, особенно в последнее время, это очень высокоразвитая технология, новейшая технология. И мы также сможем участвовать в майнинге монет, а также за рекомендации, за рекомендации компании, своим знакомым, друзьям. Что включает в себя доход от майнинга? Прежде всего, если кто-то желает включиться в майнинг, должны приобрести лицензию. Лицензия Sentinel стоит 100 евро, нам дают 3 хапкоина. Действует лицензия в течение 12 месяцев, и нам дают 50 очков. Должна сказать, что стоимость одной монеты на данный момент 37 евро. Еще несколько дней назад было 30, сейчас, на вчера, стоимость монеты это 37 евро. Почему такая высокая стоимость? Потому что монеты, они поддерживаются 600 миллионами долларов, которые вложены в банк. Поэтому стоимость монеты еще до выхода на биржу, такая высокая стоимость. Кто покупает лицензию с клей, 150 евро, получает 6 монет, работает она в течение 12 месяцев, дают 60 очков. Лицензия на 1500 евро, мы получаем 60 монет, работает в течение года, и дает 600 очков. Что же можно зарабатывать, какие проценты от данной лицензии. Если мы покупаем лицензию на 100 монет, и цена одной монеты 30 евро, это было несколько дней назад, мы заработали 90 евро с лицензией на 100 евро, на 150 евро, если мы купили лицензию, мы заработали 180 евро, на 1500 евро нам дают 60 монет, и мы получили уже 1800 евро. Конечно, стоимость монет будет постоянно расти, и если стоимость монеты будет 75 евро, мы уже заработаем 225 евро с лицензией на 100 евро, 450 евро с лицензией на 150 евро, и на лицензию 1500 евро нам уже мы заработаем 4500 евро. Когда стоимость повысится на 150, за одну монету 150 евро, мы уже зарабатывать будем, соответственно, 450 евро, 900 евро и 9000 евро. Поэтому очень выгодно, я думаю, что когда мы заработаем в этой компании, можно просто вложить деньги, чтобы зарабатывать год 9000 евро, если не больше, потому что курс постоянно растет. Продуктом компании, как мы знаем, является монета Фабкоин. На таблице показано, что мы можем приобрести пакет. Пакет на 10 квот стоит 2440 евро, дает нам 1000 очков, работает 12 месяцев, и мы получаем 10 монет плюс подарок 70 монет. Это 10 квот. Одна квота стоит 244 евро. Нам дают 100 очков. Работает этот пакет 3 месяца. Нам дают одну монету плюс 4 в подарок. И также можно войти на 92 евро. Дают нам 35 очков. И активность этот пакет, это третья часть одной квоты. Один месяц. Нам дают одну монету и 4 в подарок. Таким образом, мы можем в течение трех месяцев покупать по одной фракции, то есть одной третий по части пакета на 244 евро. Промоушен длится по 31 декабря этого года. Но промоушен не работает на лицензии. Промоушен работает только на построение структуры, на то, когда мы покупаем пакеты. Теперь давайте посмотрим, какие же бонусы и подарки предлагает нам компания. Первый бонус – это бонус различий. Второй бонус – это бонус уни-левел или линейный бонус. Третий бонус – поколение или бонус диамантов. Четвертый бонус – это глобальный пул. Для достижения, для того, чтобы получать комиссионные из этих бонусов, значит, за основу берутся пункты. И только для пяти последних рангов, то есть для рангов диамантов, есть специальные условия. Для других пакетов, для других рангов никаких условий нет. Сейчас мы посмотрим, что же предлагает нам компания. Итак, первый бонус – бонус различий. С левой стороны мы видим ранги, наши ранги. Второй колонке – это пункты, в третьей – проценты, в четвертой – условия в структуре, и в пятой – это время. Когда мы входим в компанию, это стартовый момент. Этот бонус еще, конечно, называют бонус различий, либо бонус быстрого старта. И когда мы входим в компанию, у нас пока ноль очков. Если у нас уже 500 пунктов, мы получаем 20%. На плату на серебро нужно 2000 пунктов, и мы получаем 27%. Золото – 35% и 6000 очков. Жемчужина – 15000 очков и 38%. Софир – 35000 очков и 41%. Руби – 80000 очков и 44%. Эсмеральда – 200000 пунктов и 46%. Плотина – 500000 пунктов и 48%. И диамант – 1 миллион пунктов и 50%. Все диаманты имеют одинаковое количество пунктов – 1 миллион и процент – 50%. Причем для перехода с одного ранга на второе нужны пункты, как мы видим. Если я на бронзе, я хочу перейти на серебро, на плату. Мы знаем, что серебро 2000 пунктов, но у меня уже есть 500. Значит, для того, чтобы перейти на серебро, мне нужны всего лишь 1500 пунктов. Нужно это иметь в виду. Если, допустим, я на ранге плата, то есть ранг серебро, вот, а я хочу перейти на золото, мне нужно добавить 4000 пунктов. Если я на ранге плотина, у меня 500 тысяч пунктов, но я хочу быть диамантом, значит, мне нужно еще столько же пунктов, 500 тысяч пунктов, чтобы у меня был миллион пунктов. Теперь мы видим, что условий для всех рангов не только для рангов диамантов. Для рангов диамантов есть условия. Диамант 1 необходимо иметь лищика диамантов. То есть мы, если входим в компанию, у нас должно быть минимум, для того, чтобы у нас были диаманты 1, 2, 3, 4, 5, у нас должно быть минимум 5 лично приглашенных, которые могут стать диамантами. То есть диаманты 1, 2, 3, 4, 5 – это все наши лично приглашенные. Поэтому, друзья, я думаю, стратегия тут понятна. Если диамант 6, мы уже от него ничего не получаем. Поэтому я считаю, что стратегия нашей команды будет приглашать всем по 5 лично приглашенных, по 5 личников. Хотя в этой компании нет обязательных условий, можно вообще работать не приглашая. Таким же образом человек будет зарабатывать и переходить с одного ранга на второй. Конечно, будет намного медленней, но все-таки это можно. Но нас интересует, конечно, быстрый доход и быстрые деньги. Здесь дается пример. Если Александр вошел только в компанию, у него 0 пунктов, он не заработал еще ничего. Если у него уже 500 очков, допустим, Андрес, да, Андрес, значит, Андрес получает уже 20%. За основу мы берем, для того, чтобы сделать пример, показать на примере, как это работает, мы берем 100 пунктов, для того, чтобы было легче подсчитывать наши проценты. Значит, 20% со 100 пунктов, это он получит 20 евро. Давид у нас ОРО, то есть золото, и Давид тоже получает свои проценты. Давид получает 35%. Поэтому, значит, Давид получит в этом случае 15 евро. Почему? Потому что 35 минус 20% будет 15%. Если под вами никого нет, если под вами пока не появились ранги, тогда вы просто получаете проценты по этой шкале. Если вы, допустим, бронза, и под вами бронза, либо другой ранг, тогда идет вычитание данных процентов, чтобы вы это тоже принимали во внимание. И здесь хорошо показано на этих примерах. Антонио, он с Афира, вот, он получает 6 евро, 6% от 100 пунктов. Марка у нас Диамант, у него миллион пунктов. Он получает 50%, но поскольку перед ним есть люди, которые с рангами, он получает 9%, то есть 9 евро. Это только мы взяли для расчета, всего лишь показать 100 пунктов. Мы будем входить на 1000 очков, поэтому расчет уже будет идти из 1000 очков. Теперь посмотрим следующий бонус. Это линейный бонус. Unileven или не линейный бонус. На этом слайде тоже видны на этой табличке. Первое это ранги, пункты, уровни, также уровни, проценты, пункты и то, что мы можем зарабатывать. Мы взяли за основу 1000 пунктов. Итак, посмотрим. Если человек находится на ранге бронза, у него 500 очков, всего лишь 500 очков, он уже имеет право получать комиссионные из 4 уровней. Вот эти уровни. Первый 5%, второй 4%, третий 3% и четвертый 2%. И каждый из этих уровней имеет по 1000 пунктов. Подсчитываем количество процентов. Это 9 плюс 3, 12 плюс 2, 14% всего. Мы умножаем 14% на 4000 очков, на 4000 пунктов. И у нас получается 560 евро, если у нас только один приглашенный. Если же у нас 3, 4, 5, эта вся сумма еще умножается на соответственное число. Если мы на позиции плата, то есть серебро, у нас 2000 пунктов, мы получаем уже заход от 6 уровней. Если мы на позиции перла, жемчужина, у нас 15000 пунктов, и мы получаем доход уже с 10 уровней. Это, согласитесь, уже довольно прилично. Вот 10 уровней умножим на 10000 пунктов, и подсчитываем количество процентов, общий процент умножаем, и получаем 2200 евро. Если же мы на позиции руби, мы уже получаем из 12 этих вот уровней. Но 12 уровней получается не 12, а 14 уровней. Почему? Потому что тут еще добавляются диаманты. Поэтому общее количество уровней получается 14. И если мы 12 умножаем на 14000 пунктов, потому что каждый уровень имеет по 1000 пунктов, подсчитываем общее количество процентов, и у нас получается сумма 2600 евро. Таким образом, дорогие друзья, вы видите, сколько можно зарабатывать в этой компании. Но это еще не все. Потому что у нас есть еще один бонус, это бонус диамантов. Потому что, если, допустим, я диамант, и в моей структуре тоже появился диамант, я получаю уже 3% от его доходов первого поколения. Это диаманты, я уже по вам говорила. Диаманты – это все лично приглашенные. 1, 2, 3, 4 и 5. Первый диамант – это 3%. Если в моей структуре появился один диамант, а под ним еще там где-то в каком-то уровне появился второй диамант, я получаю 3% и плюс еще 1,5%. Вы представляете, и такие большие деньги. Если, допустим, доход 100 тысяч, 3%, 30 тысяч, еще со второго – 15 тысяч евро. Третий диамант дает нам уже доход с трех поколений, четвертый – с четырех поколений, и пятый диамант дает нам доход с пяти поколений. Это, согласитесь, уже колоссальные деньги. Поэтому, но это еще не все. Есть еще один ранг – это пул. Это глобальный пул. И здесь уже получают доход только диаманты 4 и диаманты 5. Как это подсчитывается, этот бонус? Каждый месяц подсчитывается объем всех диамантов, четвертых и пятых, которые работают во всем мире, и распределяется процент следующим образом. 1% идет от пунктов до общих количеств пунктов, распределяется между диамантами четвертыми, и полпроцента распределяется между диамантами 5. Поэтому, друзья, тут еще один есть дополнительный источник дохода, и причем очень и очень большой. Поэтому, я вас всех приглашаю в эту компанию. И я надеюсь, что мы все будем здесь хорошо зарабатывать. Иногда, вот здесь написаны интересные слова, что иногда мы не решаемся на многие вещи, потому что они трудные. Но они трудные потому, что мы не решаемся выполнить их. Так вот, я всех призываю вам, вас, чтобы мы все не боялись трудностей, чтобы мы все начинали работать в этой компании. И на этом я заканчиваю коротко о маркетинге. И сейчас хочу показать вам, как же мы можем зарегистрироваться в данной компании. И что для этого нужно. Для этого нужно войти по ссылке человека, который вас пригласил. Вы проверяете фамилию и имя, и потом просто нажимаете на вот этот оранжевый линк, и вас перебрасывает на страничку регистрации. Здесь мы выбираем, обязательно ставим точку, инкарикату. Инкарикату – это значит партнер, потому что вы можете быть также клиентом компании. Мы нажимаем инкарикату, выбираем страну, в данном случае я выберу Испанию, Спейн. Так, я здесь не вижу кода, потому что здесь должен стоять код. Так, один момент, поэтому это очень важный момент. Всегда смотрите, чтобы были все графы заполнены, и чтобы вы не попали к кому-то, либо под компанию. У вас должен быть здесь написан код пригласителя. 719. 010719. И нажимаем зарегистрироваться. И сейчас нас перебрасывает на страничку регистрации. Здесь, вверху, мы пишем имя человека, которого хотим зарегистрировать. Пишем имя и фамилию. Выбираем пол, в данном случае это женщина. Выбираем дату рождения. Сначала выбираем год рождения. Так, год рождения. Потом выбираем месяц. И выбираем число. И таким образом у нас уже есть дата рождения. Потом мы пишем место рождения. Обратите внимание, что с левой стороны мы обязательно должны написать место рождения. Лого Динащита. Запомните, это место рождения. Записываем. Так, секундочку. Пишем Брест. В данном случае я напишу страну, но страну не надо писать, потому что здесь есть еще во Франции такой же город. И пишем обязательно провинцию либо область. Это Брестская область, поэтому пишем. Здесь только пишется две буквы. Кодич и фискаль. Здесь записываем наш ДНИ, то есть документ, либо номер паспорта. Обязательно записываем. 79, 88. И с правой стороны мы пишем адрес. Обязательно записываем наш адрес. Пишем улицу. Номер дома. И номер квартиры. Обязательно записываем почтовый индекс. Почтовый индекс пишем тоже здесь же. Чита. Это город. Записываем город. С правой стороны это не срабатывает. Это провинция. Она не срабатывает, поэтому оставляем. Ничего не записываем. Телефон. Телефон мы не пишем. Это стационарный телефон. Мы просто пропускаем эту строчку. Не записываем сюда мобильный телефон, потому что не пропустит регистрация. Обязательно пишем мобильный телефон только в следующую строчку, где написано «челуляры». И записываем наш мобильный телефон. Ставим плюсик. Ставим код страны обязательно. И потом пишем номер телефона. Записываем наш e-mail. И идем дальше. Проверяем e-mail, потому что обязательно, я вас предупреждаю, будьте очень внимательны с e-mail, потому что некоторым не приходят e-mail на почту. А это очень важный момент, чтобы был контакт с компанией. Поэтому всегда проверяйте все данные регистрации. Потом продолжаем. С левой стороны дайте гифаторационные. Мы оставляем здесь «но». То есть у нас спрашивают различные у нас данные с фактурой. Мы пишем «нет». Здесь записываем наш пароль. Пишем пароль. С правой стороны даются данные, банковские данные. Это номер счета ИВАН и коды SWIFT или BIG, но мы пока его не заполняем. Опускаемся дальше. И нам остается только согласиться условиями компании. Нажимаем «Отчетто», то есть «Я согласен» или «Согласна». И подтверждаем. Если у кого-то долго нет регистрации, вы должны проверить, все ли правильно было заполнено. И таким образом нам говорят о том, что регистрация прошла успешно и что на наш e-mail были высланы данные человека, который только что зарегистрировался. Сейчас мы попробуем войти в бэк-офис. Входим в бэк-офис по нашему коду. Обязательно записываем наш код и наш пароль. И нажимаем, как всегда, «Логин». И нас перебрасывает сразу в наш бэк-офис на главную страничку. Здесь наш юзернейм – это наш код. Вот. Показан наш адрес. Ниже опускаемся, что, значит, у нас сеть. Только что зарегистрировалась в моей структуре Татьяна. Тут тоже всегда все указано, когда и время регистрации. И если мы хотим посмотреть на нашу структуру, мы нажимаем. Мы только-только начали сейчас регистрации, поэтому у нас еще очень мало людей. Мы только сейчас начали регистрировать, но уже можно видеть, как это все выглядит. Мы можем на каждого человека подвести мышкой и посмотреть его личные данные. Вот только что зарегистрировалась Татьяна, и есть ее личные данные. Очень интересное расположение. Вот. Поэтому, друзья мои, это очень удобный бэк-офис. Я уже смотрела, мне очень понравился. Дальше у нас идет профиль. Проверяем профиль. Проверяем, все ли правильно. Можно выбрать фотографию. Здесь можно поменять паспорт. А также здесь указано, где мы родились, наши данные. Также есть раздел клиенты. Клиента у нас пока нет, поэтому мы его не видим. Ничего, никого не видим. Потом у нас есть Evalet, где будут все наши начисления. Здесь мне идет указание о том, что я не заполнила банковские данные. Также нужно будет потом отослать компанию и документы на проверку. То есть, как обычно, вот, потом дальше я вам все покажу. Очень интересная моя страничка веб. То есть, у каждого будет своя страничка веб. Здесь находится наш линк. Вот, можно копировать наш линк и потом заполнять персональную страничку веб. Здесь мы пишем номер нашего мобильного телефона, адрес нашего имейла, записываем коротко информацию о компании и сохраняем. Сохраняем, чтобы потом было можно ее отсылать своим друзьям и знакомым. А это можно сделать тоже здесь же на страничке веб, нажав Invita Un Amigo. Здесь можно, если мы за последний час мы можем послать 20 приглашений, за 24 часа 100, за неделю до 400 и за месяц это 500 приглашений в компанию. Нужно только указать имя, фамилию вашу и имейл, кого вы приглашаете. но извините, мы пишем имя и фамилию человека, которого мы хотим пригласить сюда, а также его имейл. И только нажимаем и все, ваша страничка веб уже готова, заполнена и она идет просто вашему другу по данному имейлу. В разделе документы здесь можно скачать документы, пока только мы видим на итальянском языке. А также потом нужно будет нам тоже послать верифицировать наши данные. То есть мы letter di in carico это значит подтверждение нашего адреса. выбираем файл и сделаем выбираем файл, файл прикрепляем его. Потом фотокопию нашего удостоверения личности либо паспорта то же самое. чисто для Италии есть еще фотокопия специального фискального документа юридического документа но это только для итальянцев. Мы тоже этом не заполняем и не посылаем ничего здесь просто пропускаем а также нас просят две маленькие фотографии формата документа то есть мы должны тоже послать еще фотографии. когда здесь файлы будут все выбраны мы просто нажимаем и отсылаем в компанию и ждем уже подтверждения и ждем верификации но я думаю это уже мы сделаем ближе к сентябрю ближе к открытию компании либо когда откроется компания пока спешить не надо сейчас наша задача это пригласить как можно больше людей сделать структуру потому что с 5 сентября начинает работу наша компания поэтому я еще раз подчеркиваю что стратегия нашей работы это 5 лично приглашенных и таким образом можно построить очень хорошую структуру чтобы потом зарабатывать очень хорошие деньги на этом все я с вами прощаюсь всего хорошего до следующих встреч если у кого-то будут какие-то вопросы пожалуйста обращайтесь звоните по скайпу по ватсапу под видео будет размещен мой скайп и ватсап пожалуйста обращайтесь в любое время и я постараюсь ответить на все ваши вопросы потому что я нахожусь постоянно в контакте с моим спонсором который непосредственно подписан под компанией который встречается на днях будет встречаться с президентом компании поэтому все свежие новости всегда будут и у нас будет чат в чате будут все основные новости и так еще раз я желаю вам всего хорошего до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...